В этом сюжете команда Автопанорамы поделится своими первыми впечатлениями о Toyota Fortuner. Специалистами по оценке автомобильного дизайна бесспорно являются наши милые девушки, поэтому Наталья Полищук во всех красках расскажет о внешнем виде внедорожника. У Toyota Fortuner вид честного внедорожного автомобиля. Здесь нет ни одной лишней детали, все четко по делу. Немного хрома нашлось на передней и задней части. Но Fortuner не пытается пустить пыль в глаза и привлечь к себе внимание за счет трендового блеска. Короткие свесы, вздернутый нос, лаконичная передняя оптика. Образ у Fortuner сбитый и собранный. Черная задняя стойка создает эффект парящей крыши. Силуэт большого внедорожника не кажется грузным. Автомобиль выглядит легким на подъем. Мы все больше видим за рулем огромных-огромных внедорожных автомобилей женщин. У меня на тесте один из представителей внедорожников Toyota с отличным названием Fortuner. Toyota Fortuner выглядит скромнее соседей по модельному ряду, но в этом и заключается его прелесть. Внешность отражает его дух и функциональность и понравится тем, кто ценит неперегруженный, но чистый дизайн. Салон облагораживают мягкие кожаные вставки и детали под дерево. Остальной пластик – обычный жестковатый, но ведь Fortuner на премиум не претендует. Настроек руля по высоте вылету и электрических регулировок водительского кресла достаточно, чтобы очень быстро освоиться. Своими впечатлениями про электронную начинку Fortuner поделится фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр Дмитрий Дощинский. Экран большой, то есть информация видна хорошо, цифры крупные. Тут тоже информативность такая, я смотрю, тут еще данных выведено, то есть я думаю, да, все можно на этот портовой компьютер, на любую информацию тоже получать. Ну, так, честно, вот скажу, по ощущениям, как бы, ну, да и по виду, и по ощущениям вполне достойно и комфортно, ну, для меня комфортно. Из приятных плюшек нужно упомянуть кнопку старт-стоп, навигатор с DVD-проигрывателем, подрулевые лепестки для ручного режима автомата, электропривод задней двери, камеру заднего вида, системы помощи при трогании в гору и спуске с холма, 7 подушек безопасности. Еще здесь есть бокс для напитков и еды с подводом воздуха от климатической системы, для охлаждения или подогрева. Главный козырь модели – новая дизельная четверка, объемом 2,8 литра, разбивающая мощность 177 лошадиных сил. Крутящий момент зависит от коробки передач. С шестиступенчатой механикой дизель выдает 420 ньютон-метров, а с шестидиапазонным автоматом – 450. Дополняет трансмиссию подключаемая полноприводная система типа Part-Time с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала. По умолчанию машина оснащена отключаемой системой стабилизации с функцией контроля за прицепом. А как ведет себя подвеска? Надо дать должное, что инженеры Toyota очень хорошо проработали подвеску. При том, что она достаточно энергоемкая, крен у автомобиля умеренный и вообще не ожидаешь от такого высокого и тяжелого автомобиля такого уверенного поведения в поворотах. На какой-то гравийной дороге, на ямках ощущения в салоне очень приятные, не передаются такие, знаете, острые жесткие неровности. Все смягчается, но при этом ожидать какой-то супер мягкости, какое-то вот такое поведение, как от пневмон подвески, не стоит. Подводя итоги теста, скажем, что мы рады появлению такой машины на белорусских дорогах. Получился ли автомобиль? Несомненно, да. Если вы спросите, какой автомобиль самый универсальный, то мы ответим – Toyota Fortuner.